Рождество Субтитры создавал DimaTorzok Ничего Говорить не разрешается Ты будешь посажен на хлеб и воду на 30 дней Нет, 50 Только черт выехали 4 капли воды в день Нет, тебе хватит 3 капель воды Это научит тебя молчать Однажды в городе Назарет Молодую женщину по имени Мария Посетил удивительный гость Ангел Кто вы? Не бойся, Мария Я ангел Гаврил Принес благую весть Весть? Мне? Из всех женщин мира Господь выбрал тебя матерью своего сына Господь выбрал меня? Разве это возможно? Для Господа нет невозможного У тебя будет сын Божий сын Ты назовешь его Иисус Я сделаю все, что Господь пожелает Я сделаю Мария любила человека по имени Иосиф Однажды ночью К Иосифу во сне явился ангел Иосиф Нечто чудесное произойдет с тобой и Марией У Марии родится сын Божий Он и станет обещанным царем Назови его Иисус Как следует заботься о Марии и о ребенке царя Моя Мария Бог прислал ангела рассказать мне о ребенке Я люблю тебя Я люблю тебя, Иосиф Вскоре Мария и Иосиф поженились Как раз в это время Хесель Август, римский император Решил переписать всех своих подданных 25 26 27 692 человека из города Хеврон 839 из Ерикона На чем остановились? 28 29 30 Я устал Пошлите звук переписать всех жителей император Для удобства переписи Людям было приказано отправиться в их родные города Иосифу пришлось везти Марию в Вифлеем Город, откуда Иосиф был родом Это был не близкий путь Скажи, пастух, далеко ли Вифлеем? Очень далеко, 70 миль отсюда Не беспокойся Не беспокойся С тобой я чувствую себя в полной безопасности Мария уже вот-вот должна была родить ребенка Спасибо! Храни вас Бог! И тебя тоже Весь день Иосиф и Мария были в пути Пол дороги уже позади Значит, завтра будем на месте Вода вкусная и прохладная Спасибо Я так хочу пить Ночь они провели под открытым небом К концу следующего дня Иосиф и Мария увидели знак До Вифлеема тренили Мы уже почти добрались Скоро отдохнешь в удобной комнате В тот вечер в Вифлееме было много приезжих Где я могу перекусить? А где гостиница? Где тут можно остановиться? Добрый человек Где здесь гостиница? Гостиница? Ввернитесь за угол Потом поднимитесь на гору Пройдите мимо амбара Потом направо Потом налево Потом два раза направо Второй поворот налево Еще раз направо Потом налево Направо Налево И вы на месте Спасибо! Не за что! Извините! Где здесь гостиница? Она в конце этой самой улицы! Правда? Прекрасно! Спасибо! Пожалуйста! Храни вас Бог! Без тебя тоже! Это ближе, чем мы думали! Мы на месте! Да! Хватит толкаться! Мы с женой хотели бы снять жизнь и себя! Не вы одни этого хотите! Сегодня слишком много приедем! А мой муж всем говорит Да, да, да! Нам уже и самим ночевать негде! Мы были в пути так долго! Что нужно этим людям? Комнату! Что ж еще? Да! Смею! У нас все занято! Моя жена очень устала! Мы проделали долгий путь! Ха! Так же, как и многие другие! Но моя жена ждет ребенка! Вот что я могу сделать! У нас есть хлеб! Конечно, там полно животных! Но у вас будет хотя бы крыша над головой! В хлебу спать безопаснее и теплее, чем под открытым небом! Спасибо! Вы очень добрый! Идемте! Я провожу! У вас будет веселая компания! Ха! Надеюсь, вам здесь будет удобно! Это все, что я могу для вас делать! Спасибо! Мы очень благодарны! Давай устраиваться! В ту ночь произошло поразительное событие! Родился ребенок! Маленький сын Господа! Мы назовем ребенка Иисус! Иосиф и Мария очень полюбили новорожденного! Я должна завернуть его, чтобы ему было тепло и удобно! Кормушка для быка! Хорошая колыбель! И так новорожденный Иисус лежал в ясли, окруженный теплом любви и защитой Господа! По воле Господа начала распространяться весть о рождении удивительного ребенка! Той ночью в окрестностях Лифлеема пастухи пасли овец! Почему ты позволяешь своему барану разгуливать? Он должен спать! Это не мой баран, а твой! Ты и заставь его заснуть! Тебе просто не хочется вставать! Это твой баран! Не мой! Это твой! Твой! Но вставать не обязательно! Нужно просто поговорить с ним! О чем? О том, что пора спать! Эй, баран! Вот пора! Иди сюда, малыш! Хватит гулять! Ты куда? Эй! Приветствую вас! Не бойтесь! Я принес добрую весть о великой радости! Ух-х-х-х! Ух-х-х! Вершилось чудесное событие! В Лиеме родился Сын Божий! Господь наш Христос! Царь, пришедший от Бога! Имя Ему Иисус! Он лежит запеленутый в язг! Язг! Вы можете увидеть его прямо сейчас! Это счастливейший день на земле! Будь славен Господь в небесах! Мир на земле! Будь славен Господь в небесах! Мир на земле! Пойдем в город и посмотрим, о чем говорил ангел! Пойдем в город и посмотрим, о чем говорил ангел! Сказал то же самое! Так, вперед! Там, туда! Эй, ты куда? Возвращайся к другим баранам! Я же сказал, возвращайся! Ладно, оставайся! Но веди себя прилично! Баран! Ангел мой, смотри! Он действительно там! Привет вам! Что привело вас сюда? Желание увидеть сына Божьего! О нем нам рассказал ангел! Потом множество ангелов пели о славе Господа и мире на земле! Нам сказали, что ребенок лежит в яслях! Черт совпадает! Это правда! Ангел говорил правду! Сын Божий! Царь лежащий в яслях! Рассказ пастухов наполнил сердце Марии радостью, потому что подтвердил, что ее новорожденный ребенок был сыном Господа. Тем временем, далеко на востоке волгвы мудрецы, изучающие звезды, увидели на небе нечто новое. М-м-м! О-о-о! А что это такое? Я же все мне не могу! Надеюсь, никто не пострадал! О-о-о! Прошу меня простить! Что вы, что вы! Это была моя оплошность! Нет! Виноват я! Я перестал следить за дорогой, потому что увидел в небе новую звезду! А я тоже увидел! Удивительно, но я ее увидел! Я изучаю звезды! Я тоже! Я тоже! Я с дальнего востока! А я с ближнего! Я со среднего! А вы никогда не бывали просто на востоке! Хе-хей! Мудрецы! Хе-хе! Я здесь, внизу! Вы, случайно, не знаете, откуда взялась эта большая и такая яркая звезда? Мы и сами хотели бы это знать! Раньше я никогда не видел ее на небе! Либо это новая звезда, либо... Либо... Это знак Господа! Именно так! Знак Господа! Звезда знак Господа! Звезда знак Господа! Да! Да, понимаю! Нет, не понимаю! О чем вы говорите? Видите ли, было предсказано, что на небе появится новая яркая звезда, когда родится новый царь! Правда? Вот она! Новая звезда! И если мы пойдем за этой звездой, она приведет нас к новому царю! Ну и Чинг! Наконец он появился! Звезда этот царь! Так вы хотите идти за звездой? Безусловно! Несомненно! Конечно! Слава новому царю! Слава новому царю! Слава новому царю! Мы все пойдем за этой звездой! Пусть даже путь наш будет далек! Ведь звезда приведет нас к истерному младенцу! Звезда твое сияние, как сияние надежды! Свети в ночи! Веди нас к нашей сбывшейся мечте! К новорожденному царю! ПЕСНЯ ЗВЕЗДА, НАВЕКИ ВЕЧНЫЕ ЗВЕЗДА Звезда, твое сияние, как сияние надежды, Свети в ночи, веди нас к нашей сбывшейся мечте, новорожденному царю. ЗВЕЗДА, НАВЕКИ ВЕЧНЫЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я хочу разыскать его, буду весьма вам обязан. Постарайтесь найти его, а когда найдете, расскажите мне, где он. Я тоже хочу поклониться этому царю. Покинув дворец, толпы посмотрели на небо и вновь увидели звезды. Смотрите! Это он! Припьем! Звезда привела вам прямо в Вифлеем. Отвисуй! Эй, люди, идите смотреть на новорожденного царя! Звезда сияла прямо в раме. Но вы поняли, что достигли места, в котором вы стремились. Что это? Что-то через праздник приобрели в Вифлеем. Мы прибыли издалека, чтобы поклониться новому царю. Можно войти? Пожалуйста. Мы узнали его рождение, а звезды. Она привела нас сюда. Мы принесли дары. Волхвы принесли Иисусу золото, гладом и солнцем. Спасибо. Спасибо тебе за то, что позволило нам поклониться царю. Мы благодарим Господа, приславшего нам твоего сына. Волхвы не вернулись к царю Кира и не рассказали ему о том, где находится ребенок Иисус. Все радовались и благодарили Господа за то, что он прислал им своего сына, нового царя мира. Пасха. Очень давно и далеко в городе Иерусалим появился необычный путник. Его звали Иисус. Он прибыл весной в чудесное воскресенье. Что случилось? Где все все? Что случилось? Не слышали? Это он! Он здесь! Он здесь! Он здесь! Кто? Кто здесь? Он здесь! Это Иисус! Он здесь! Пошли, посмотрим! Это Иисус! Он здесь! Это Иисус! Это Иисус! Он может и не выглядит особенным, но услышали, а я учу-то сам. Он совершает породительные вещи, чтобы помочь людям. Даже когда Иисус очень занят, он находит время, чтобы благословить детей. Иисус прикоснулся к нему, и знаете, что произошло? Слепой прозрел. И это еще не все. Я слышал, что Иисус пошел на свадьбу, и не было много вина. Так что он взял воду и превратил их в вина. Вина! Вина! Это для него ерунда. Я слышал, что он умеет ходить по воде. О, я слышал, что он умеет ходить по воде. А вы, честный человек. Человек? Дорогу! 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 Дорогу. Поехали. Вина! Дорогу! 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 Владимир! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пора просыпаться. Пора просыпаться. Что происходит? Здравствуй, Иисус. Все хорошо, Петр. Я должен идти с ними. Собери меч. Это, что Бог хочет мне сделать. Следуя приказам Понтия Пилата, солдаты, которые убили Иисуса, обращались с Ним как свисту. Так было потому, что некоторые люди не верили, что Он был Сыном Богом. Поэтому Иисус умер на кресте рядом с парами. Ученики были очень, очень печальные. Они лишились своего Господа. Но скоро, а изойдет селитая чудо. Несколько учеников взяли тело Иисуса и позаботились о нем. Они принесли его в пещеру, чтобы похоронить, как было принято в те времена. Потом они закрыли вход в пещеру большим камнем, чтобы никто больше не мог войти туда. И наконец, у входа в пещеру была поставлена охрана. Прошли два полных дня и две ночи. А затем, на третьем... Ты че услышишь? Что это может быть? Эй, что-то ты сняла одна. Что это может быть? Что это может быть? Что это может быть? Смотри! Я взяла. Но пропустите для нас стража. Надеюсь, мы с ними не договоримся. Сторожи! Сторожи! Интересно, почему они убежали? Что это может быть? Он воскресе из моря. Он сам Орой. Иди и сообщите все. Мы должны пойти и рассказать всем, какая добрая весть. Петер, Джон, ангелы, это невероятно, он живет. Иисус живет. Ангел был передо мной и рассказал хорошую новость. Я не могу верить это. Какое чудо. Инкредитет. Рисен от мертвых. Праздно Богу. Я должен сам быть убедиться. Я должен сам быть убедиться. Вы слышали сегодня новость. Скатился гигантский камень. Это правда. Вы слышали новость. Вы видели собственными глазами, как ожил друг, которого мы потеряли. Вон жизнь. Ушла наша печаль. Вы слышали новость. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Много лет назад в земле под названием Египет жил очень злой царь. Египетских царей называли фараонами. ДимаTorzok 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 ДимаTorzok